Добрый день! В прямом эфире телеканал АТР, программа «Быгюн». Я ее ведущий Айдар Муждабаев. Сегодня мы проведем с вами в прямом эфире два часа с небольшим перерывом. И поговорим с людьми авторитетными в Украине про те дела, которые нас наиболее интересуют сейчас, связанные с нашей страной, как внутри страны, так происходящие за ее пределами. Я очень рад, что сегодня у нас на связи напрямую, как я понимаю, из города Львова, Мирослав Маринович, правозащитник, диссидент, мыслитель и очень хороший человек. Салям алейкум. Салям алейкум. Алейкум ассалам. Вітаю всех. Я очень рада этой новой встрече. Я перепрошу, я в побуті дійсно перейшов на українську мову, але мені все ж таки важко швидко реагувати в прямом эфире. Тобто я російською буду, якщо ви не заперечуєте. Дякую вам дуже за те, що ви шли. Ви тут були, в мене, здається, коли місяця три тому? Більше, наверное. Більше, більше. Я хочу, ну, много с того времени прошло, но все-таки я хочу вас, как у человека, именно в первую очередь для мене, как мыслителя, сказать, что вас конкретно, как гражданин Украины, как человека с огромным опытом и знаниями, что вас в последнее время больше всего волнует в нашей стране и вокруг нее, лично вас? Ну, я би сказав так. Передусім геополітична конструкція цього світу. Мене дуже стривожила недавня ситуація довкола труби газової «Північний потік». І угода між американським урядом і німецьким засвідчила, що, по-перше, в світі домінують інтереси, домінує мова безпеки. І щоразь менше я чую мову цінностей. Це мене дуже тривожить. По-друге, ситуація довкола «Північного потоку-2» засвідчує, що Україна не стала якимось важливим елементом безпекової конструкції світу. Росія і далі залишається єдиним в нашому східноєвропейському просторі єдиною державою, з якою рахуються, коли говорять про найбільшу, найширшу світову безпеку. У мене таке враження, що Америка хоче знову торгуватися з Росією для того, щоб не допустити її прямого альянсу з Китаєм. А це означає, що ціна, яку виторгує Росія у цьому торгові, може бути для нас дуже болісною. Тому в обидвох вимірах, і вимір загальнополітичний, і вимір внутрішньополітичний в Україні мене тривожить. І той факт, що Україна, власне, не стала чинником безпеки, говорить мені про те, що нинішні спроби українського керівництва грати якусь незалежну роль, ну вони просто не витримують критики. Оці посили, які ми почули від пана Арахамії, і від ще, здається, когось про те, що, мовляв, ми можемо і в Китаю брати гроші, і ми можемо і з Китаєм підтримувати добрі стосунки, це для мене говорить про те, що в такі ігри можуть гратися сильні держави. Але в такі ігри не може гратися слабка держава, якою є Україна. Такі ігри в її виконанні, виконанні України викликають тільки роздратування. І тому нам просто треба розуміти, якщо ми не стаємо сильні, а ми бачимо, що внутрішні проблеми у нас залишаються, і наша держава ніяк не може вийти на рівень внутрішньої потуги, то якщо ми не стаємо сильні, ми мусимо тоді шукати союзників і бути їм вірними, а не гратися, не погрожувати їм, що ми можемо почати грати в іншу гру. Отже, як бачите, і зовні, і всередині є проблеми, які мене дуже тривожить. Я солідалізуюсь з вами, що дійсно, поді ці проблеми, точніше, ми їх навіть не дуже очідували, тому що думали, що США більш рішительно будуть нас підтримувати, але як є, так є. І, звісно, це виглядається ужасно. Я хочу вас спросити, не зв'язаво ли вас це відчування, знаєте, такого глибокого застоя времени, коли теж, да, все говорили, що, да, ми не признаємо там оккупацию стран Балтии, ми там не признаємо ГДР, там, соціалістичний режим в Венгрии, в Чехії і так далі, але, тим не мене, тим не мене, реальність така, що ми будемо боротися за мир вместе з Леонидом Леючем Брежневим. Вот, нет ли у вас ощущений, що Запад хоче... Ну, правда, Путін на Брежнева не дуже похожий, як-то він немного поагресивніє. Так, ви маєте цілкові ту рацію. Я не один раз розмовляв в Європі з людьми, які, власне, озвучували цю позицію. Вони переконували мене, що оцей принцип win-win, принцип позитивної суми, оця гра разом з Радянським Союзом. Звичайно, що Європа розуміла, що Радянський Союз насправді не буде виконувати те, що він пообіцяв. Але така гра не агресивна, а нібито співпраця з Радянським Союзом принесла шалений успіх в результаті, тому що Радянський Союз розпався під своєю вагою. Мовляв, не ми своєю агресивою, а Радянський Союз розпався під своєю вагою. Те саме я бачу по нинішній політиці Заходу. Вони знову хочуть гратися з Росією в ту саму гру, не розуміючи, що є різниця. Не розуміючи, що Путін піднімає ставки в цій боротьбі, у цій грі. І в Європі рано чи пізно доведеться платити дуже дорого за цю чемберленівську політику, яку вона сьогодні практикує. Мирослав, Мирослава, ви сказали про те, що, типо, наші хочуть з Китаєм дружити, але, якщо чесно, ні Арахамия, ні хто ще об цьому говорив. Ну, во-первых, вони неуполномочені роблять заявлення по внешній політиці. Це ж не Міністерство настрановних дел, це не президент. Ну і доволі наївно виглядеться, що ми будемо з Китаєм дружити, але хто ми для Китає, якщо віддельно від всього Западу, ми просто жертва для них, очередна. Вони таких країн, скажімо, з сложними фінансовими історіями нахватали себе дуже багато. Накупили там, поскупали акції, ну і все остальное. Як вони работають, це все понятно, да? Але скажіть, як ви думаєте, ви же з іностранцями тоже общаєтесь багато, більше, ніж я. Чому вони считають Китай більшою угрозою, ніж Росія, хоча Китай не захватывав чужих територій, не угрожає применять ядерного оружію, не говорить, що у Китаєм нет границ, не говорить, що там, де русський, там і китайський, там і Китай, і так далі, і так далі. Тобто Путін открыто говорить о том, що він має претензії к миру, і причем територіальні претензії к миру, і де вони останавливаються, він не сообщає. Китай нічого цього не робить, да, вони действують там, як такі, ну, як азіати, такі, такі, класичні, да, тихий сап, і подкупом, там, і так далі, і так далі. Ну, почему Америка, Америка, я слышав, що говорять, що Росія – це регіональна держава. Ну, нічого себе регіональна держава, ну, може, по економіки вона і зовсім заштатна, але просто, коли у них второй ядерний арсенал, який вони готові применити і відкрити об цьому раз 20, 30, 40, сказали за останні роки, чому к Росії таке відношення? Так. Ну, по-перше, я би недооцінював той факт, що саме пана Рахамія чи інші якісь люди меншого рівня відповідальності озвучують певні тези, які викликають певний резонанс у суспільстві. Це звична політична практика – запускати певні версії, певні можливі ідеї через таких людей з тим, щоб перевірити реакцію і суспільства, і світу, якщо це розраховано на світову реакцію. Тому я думаю, що це не випадково, що це не вигадки просто окремо пана Рахамія. Тепер, якщо ж говорити про ваше питання, безпосередньо. Був час, коли Радянський Союз заступав у весь Схід. Світ був біполярним, і якщо Захід був репрезентований Америкою, Сполученими Штатами, то його ві-за-ві на Сході був Радянський Союз. Китай у той час був у такому занепаді, потім почав оживати потихеньку, але все-таки впродовж радянського часу світ був біполярним, і другим елементом цього світу, крім Америки, був Радянський Союз. Сьогодні картина змінилася. Саме тому, що Росія стала економічному сенсі вторинною державою, регіональною державою, Америка сьогодні бачить головним ві-за-ві, головним своїм суперником Китай. У Китаї зовсім інша манера ведення політики, зовсім інша, але хитрості там значно більше. Це століття, тисячоліття досвіду хитрої політики, яка мало говорить, але багато робить. Сьогодні Росія, насправді, дуже крикливо кричить у світу, бо в неї немає інших аргументів. Вона мусить залякувати, тому що, насправді, її значення різко падає. Тому я не дивуюся, що Китай виходить на перші ролі, і принаймні в 2010 році я про це писав у своїй книжці «Українська ідея і християнство». Вже тоді це було очевидно, що вона займе ту роль, яку займав, вибачте, що Китай займе ту саму роль, що колись виконував Радянський Союз. А от те, що Захід не добачає рівень загрози з боку Росії, це так. Це так, він все ще не навчився розуміти мову путінського режиму. Він не розуміє, він, мені здається, не вслухався у ту фразу, яку сказав свого часу Путін. А саме, «Зачем нам такий мір, якщо в ньому не буде Росія?» Ну да, це ж очевидна угроза просто. Абсолютно. Тобто, то есть, либо ви с нами считаєтесь, либо ми вас можемо уничтожити і так далі, і так далі. Але наивність мира, конечно, чудовищна. Я, коли смотрю, слушаю, що говорять про Росію, я не знаю, скільки раз вони ще обмануватися в западний мир, щоб после Будапештского меморандума, после всіх договорів, ще пытаться з ним о чем-то договоритися. Але мало того, о каких санкціях може бути речі, якщо, извините, вони йому протягують денежний поток. Від в відповідь на газ вийдуть деньги, мільярди-мільярди євро, які Путін тут же потратить на вооруження і так далі. Причому, вибачте, що перериваю вас, але уявіть собі, що угода набрала політичної і економічної ваги, так? І запрацював північний потік. Тоді Німеччина думає, що їй вдасться зупинити Росію і покарати її в разі, якщо вона піде атакою на Україну. Але ж Росія прекрасно може організувати провокацію, щоб буцімто це українці спровокували Росію на якісь кроки. І що скаже Захід тоді, а чого ж Київ так нерозумно діє? Ми не можемо в цій ситуації застосовувати санкції. Тобто, розумієте, оця наївність, вона справді вражає, наївність Західу. А може бать, Мирослава, це не наївність. Може бать, вони просто, извините за враження, може бать, Кремль просто платить політикам западному. Тому що, коли нам закидують корупцію, і головним образомом це робиться Германія і Франція, наприклад. Я просто хочу спросить, друзі мои, а глави каких государств і правительств получають деньги у Газпрома в виде отложенной взятки? Вот как этот премьер французский і канцлер немецкий, да? Якщо це не корупція, якщо це не корупція космического просто уровня, то я не знаю, що. Я не исключаю, але це моє мнення, що там просто работають і просто деньги, лоббизм в Гермії, російський, все. Те, що він працює, це безсумніво. Я не маю інформації, щоби стверджувати це абсолютно, але я можу сказати узагальнено. Те, що я сказав на самому початку. Мене дуже тривожить, що цінності демократичні, загальносвітові цінності відійшли в бік. І працюють інтереси, в найкращому випадку інтереси безпекові, в гіршому випадку інтереси фінансові. Так що. Так. Знаєте, пана Мирослава, я просто думаю так, що в останнє время я не слышав ні одній... Ведь кожний самміт, кожну уступку Путину можна все-таки обложити якими-то гуманітарними, хоча б, условиями. Я не слышу ні про освобождення Навального даже, ні про 300 українців, крымських татар, які сидять там. Тобто об цьому навіть не упомінають. Тобто Путін, ради цього потока, він нічим взагалі не жертвує, він нічим не поступається. Тобто його обслужують безплатно, самі. Він просто за цим наблюдає і все. Ну да, наверное, кому-то платить, але це ж так, в общем-то, і не больно, і не болезненно. Так, це особливості так званої реальполітики, яка знову і знову відтворюється на Западі. А саме, ну що ж, нам треба діяти реально, реалістично. Вимагати Криму повернення, ну це ж нереалістично. Путін на це ніколи не піде. І вони самі не усвідомлюють, що вони при цьому повторюють мантру, яку їм задає і повторює Путін. Оце мене вражає. І, здається, я у вашій передачі вже одного разу розповідав історію, яка була з моїм ув'язненням, як працювала ця реальполітик. Якщо дозволите, буквально кількома словами. У серпні 77-го року, вже коли йшло слідство наді мною, слідчий сказав мені, ми припиняємо допити і, скоріш за все, ви не будете засуджені. Знаєте, яка була причина? Білградська конференція ОБСЄ, на яку американська делегація привезла вимогу звільнення всіх членів гельсінських груп. Але як діяла Європа? На це ж Путін ніколи не піде. Вимагати цього нереалістично. І не вимагали. В результаті, після закінчення конференції, допити відновилися і я був засуджений. Отже, я маю доказ того, що Радянський Союз був готовий під тиском з боку Заходу на компроміс, але Захід не був готовий до цього тиску. Зараз те саме і з Кримом, і з Навальним, і з Білоруссю, та сама ситуація. Захід вважає, що тиснути на Росію безперспективно. Хоча, де таму доказательство. Хоча, наоборот. Це єдинний спосіб, який не розуміють. Я, конечно, знаєте, ще, як з смыслителем хочу з вами поговорити. Давайте подумаємо над цим. Мене кажется, що во многому сила Путина, чи сила Русського рейха современного, це слабость демократії як такової. Тобто Путін пережив вже 5 президентів США, 5-го переживає, чи 4-го. Тобто, він може мислий стратегічно. Попаганда раз, достиження в спорте за счет допинга два. Ну, пусть вони там в итоге їх не пустили куда-то, зато вони получили чемпіонат мира по футболу. Все туда приїхали, як миленькі, вже після воєнних действів против України, після Грузії, після всього. Все з ним опять обнимаються, васькаються і так далі, і так далі. А вот стратегія у любого лідера западного – це виграють следующі выборы. І, конечно, кожен із них думає, да не дай Бог, при моєм правлении начнется війна з русскими. Или какое-то обострення такое, що хоча б там налоги виростуть в Германии. Хоча я не думаю, що Германия як-то критично зависит от России. Я думаю, що совсем никак она не зависит. Вот, практично. Все це ерунда полна. Просто желання жити ще ще краще, да? Вот. Ну, вот, создается такое ощущение, что Путин, действительно, вот, если бы поставить нас с вами на месте Путин, да мы бы так и себя и вели, в принципе. Потому что, ну, если бы откинуть совесть там и прочее воспитание, то, в принципе, эти-то, знаете, росла такой анекдот, когда байкеры такие на больших мотоциклах, такие, с ревом подъезжают к этой заправке где-то там в середине Америки. И говорят, вот мы все вас знаем, старина Джо, вы тут на одной колонке посреди пустыни Невадской, мы рады вас приветствовать. Он там их как-то кивает и говорит, а что вы с нами не знакомитесь? А он говорит, что с вами знакомиться, вы каждый год новые. И вы каждый год новые, говорит он байкером этим, да? То есть они всесмертные, а он бессмертен. И он может, у него есть четкое, вот надо дать должное, врагов надо оценивать правильно. У него есть четкое планирование, у него есть ответственное за направление, у него есть кошельки, у него есть стратегии, у него есть пропагандисты. Вот пока мы сейчас вот-таки сидим друг с другом, выясняем, кто из нас хуже, кто лучше, в России, всей России читают статью Путина про то, что Украины нет, и ее надо, в принципе, уничтожить, по большому счету, да? И они готовятся к войне. А к чему готовимся и мы? Ну, хорошо, мы еще ладно, но к чему готовится Запад, я вообще не понимаю, я вообще не уверен. Вот тут был у меня в гостях Игорь Эйдман, тоже по скайпу, только из Берлина. И он с такую фразу сказал, говорит, что-то мне кажется, что если, допустим, русские высадятся в Германии, то ни Германии сопротивляться-то не будет. Ну, как бы они скажут, ну, не воевать же, в конце концов. Так, в Дии есть та сама логика, что и раньше. Я пригадую себе фразу, правда, я французскую не знаю и не могу повторить французскую мову, но Франция удивилась, что неужели нам вступать в войну через какое-то там вольное место Данси с Гитлером в войну? Для чего? Мы же не хочем в войне, так приблизно думает Захід и сегодня. Но я бы обратил внимание на то, что демократия – это очень сильная система влади, если она в основу ставит ценности. Пригадаймо собі повоенную Европу. Пригадаймо собі Конрада Аденауэра, Вальчете де Гаспері, Робера Шумана. Это кити новой, новой, новой Европы, которая понимала значение ценностей и была им верна. И они поставили Европу, власне говоря, что благодаря им и утворился Европейский Союз. Они понимали силу загальноевропейской солидарности на основе ценностей. А потом наступает, я бы так сказал, расслабление Европы. Все интересы обеспечены, все потребы обеспечены. Идея прав человека выродится до идеи того, чтобы, извините на слове, мать одни и те самые кабинки, не мать окремую сегрегацию для мужчин и для женок, а чтобы были просто окремые кабинки. Вот, что выродится идея прав человека, когда все обеспечено, когда все благополучно. Отже, и это не криза демократии, как такой. Это криза демократии, когда она забывает о ценности. Гениально вы сказали, я запомню эту мысль вашу, правда, действительно, это так. Как только холодильник начинает рулить в головах людей, в итоге, ведь ни для кого не секрет, кстати говоря, что наиболее благоприятным временем в Европе, особенно в Восточной Европе, был экономический рост страшный, как раз в 1938, 1937, 1939 годы. И так люди, вот в Литве, например, там, в других странах, в Польше, были американские инвестиции, вовсю шла там индустрия рекламы, сетевые там рестораны, все с Америки это шло. И все это так сильно-сильно росло, люди начали жить хорошо, а в это время какой-то Гитлер жег там каких-то евреев в печах, да? Значит, сначала там гомосексуалистов, коммунистов, там, потом психически больных, евреев там и так далее. Ну, кто хотел об этом задумываться? Ну, это же не с нами происходит, да? Ну, подумаешь, там, ну, кто-то, да, ну, подумаешь, там, крымские татары там сидят, там, украинцы сидят где-то в Сирии, там, под бомбежками сидят люди. Ну, у нас-то нормально, газ идет, в кране есть вода, все-все-все хорошо, что там нам эти крымские татары, эти украинцы со своими проблемами? Ну, вот, не напоминает ли вам это даже не за стоя, действительно, какой-нибудь 1938 год, просто в новой своей реинкарнации, потому что я на Западе. Может быть, вы видите какого-то политика, который смог бы переломить этот ход истории? И я напомню, что у нас есть телефон в студии и вайбер, вы можете на экране, вы можете звонить и задавать вопросы, беседовать с Мориславом Мариновичем. Да, извините за долгий вопрос. Паралели с 1938 годом есть очень много, с 1930 годами, потому что Крым – это также и судеты. И я напомню себе фотографию, как судетские немцы встречают нацистские войска радостно, визволения, судетов, так приблизно россияне у Крыму встречали зеленых человек, так званых, ну а потом уже виявилося, что это российские войска. Тому паралели есть очень много. Запад очень любит, когда мы говорим о цих паралели. И, конечно же, есть много отличного в позиции Гитлера и Путяна. Я совсем не хочу ему давать такие высокие визнания. Но не дарма журналісти поревняли его нынешнюю статью про Украину до Майнкамф Гитлера. То есть в этой статье закладена концепция будущей войны. Вот конкретно вы, что главное увидели в этой статье? Я хотел вас спросить, вы сам подняли эту тему, расскажите ваше впечатление. Что там хотел сказать нам этот русский фюрер? Я думаю, что там была аргументация того, чему Россия не только может, но и должна это сделать за для сохранения своих глубинных интересов национальных. Это для простого российского населения очень впливовая статья. Там все объяснено, почему Кремль должен ликвидировать украинскую независимость. Мы один народ. И версия про то, что независимость Украины была начебто, что это был проект большевиков, и что саме большевики створили независимость Украины, что эта идея, как будто спонукает людей до того, что мы заперечиваем большевизм, мы заперечиваем коммунистическую державу, мы должны автоматически заперечить независимость Украины, поскольку это породжение большевицкого лада. Скажите, а какие ваши ощущения от того, что происходит внутри сейчас нашего общества? Я, если честно, так сказать, я вообще-то оптимист в принципе. Ну, как бы все уже потеряно, кроме чести. И думаю, что только о том, что надо воевать и добиваться справедливости, и верить и знать, что Крым все равно вернется, потому что иначе этот мир порухнет к черту. Но все-таки я, когда смотрю на взаимоотношения внутри нашего общества, как люди общаются, ну, многие, исключительно категориями поиска внутренних врагов, да, я вдруг понимаю, что в каждую эту минуту где-то рождается маленький, где-то смеется маленький Путин. И вот у нас такой сейчас розброд в обществе, у нас политики настолько ненавидят друг друга, что просто дохрустов скул, да. Вот я, честно говоря, вот сейчас в данный момент, ну, кроме как среди ветеранов войны и среди военнослужащих, я в обществе не вижу такого организации, ну, кроме опять армии, да, которая бы нас объединяла. Все, всем недовольны, все, всем кажется, что враги. И вот мы в таком виде, наше общество, это просто лакомое, а они как бы в обратную идут. То есть Путин их сбивает в это фашу, он их объединяет цели, он дает им четкие месседжи, что думать, почему надо с Украиной воевать, почему ее не существует. То есть у них все по полкам и головах, и гордость за собственный рейх. У нас же тут вообще черти что. Наблюдать за этим, я уж нигде практически ни в чем не участвую, но наблюдать мне за этим очень грустно, когда и коллеги журналисты, и политики там радуются там промахом друг друга, но при этом совсем не думают о том, как стратегически Украина будет дальше выживать. Что она внутри-то строит? Да, вы маете рацию, Украина снова наступает на свои давние исторические, не грабли, а саме в отсутной зъедности. Это вечная молитва Украины. Я знаю, я спевал эту молитву в детстве. И мы не понимаем, как мы можем быть едиными, потому что мы всегда видим грехи у своих оппонентов. И мы, фактически, перетворяемся на такую собью одну велику чорную раду. История Украины, что стоит, який негатив стоит за чорной радой? С одного боку, козаки правильно бачили какие-то финансовые махинации, какие-то коррупционные справы в своих гетьманах. Но они сказали себе, что нужно его скинуть через это, не видя, что недалеко стоит армия такого соби російського Муравьова. И эти чорные рады, я перестрибую исторически, но вы понимаете символику. Такие чорные рады являются нашим национальным грехом, нашим великой помилкой. И поэтому нам нужно понимать, что приоритеты у наших требований. Так, коррупция – это великое зло. И она не дает нам стати сильными. Но проблема безопасности государства – эту проблему я бы выставил на первое место. И поэтому мы должны где-то вибудовать эти свои приоритеты. Иначе будет так, как с чорной радой, мы скинемо своего гетьмана, а используется третья сторона. Поэтому это, с одного боку, если говорить про суспільство, нашу политическую элиту. Инша сторона связана с керевницей государства. Потому что мы имеем керевництво, которое пришло на гаслах «Оновление». Для многих людей было важно, что это керевництво не имеет опыт керувания государством. И за этим стоит радость, что они не имеют негативного опыт керувания государством. Сегодня я вижу, что это керевництво «Оновление» еще раз больше и больше обновляет все возможности нынешней системы. Воно ее не прагне изменять. Я не вижу прагнения изменять стиль управления государством. Нашему президенту еще раз больше подобаются авторитарные механизмы управления государством. Пока что они не имеют диктатурой. Но это очень опасная тенденция. Это означает, что это керевництво, которое не мало опыта, сейчас этот опыта набывает. И он снова таки негативный. А учиться демократическим механизмом управления государством, наши управленцы не хотят. Потому что это означает для них, что нужно втратить вишки. Что они втратят на какой-то момент вишки управления государством, и государство пойдет в разнос. Так я реконструирую их логику. Пан Мирослав, не так давно у меня здесь в студии был представитель партии «Слуга народа». И он сказал такую вещь, что когда говорят про вертикаль, там, Зеленского и так далее, он говорит, вы знаете, к сожалению, у нас многие регионы вообще никак не управляются из Киева. То есть у нас страна в такой вертикали, как вроде бы большинство, действительно, такой власти никогда не было ни у кого в Украине. Это просто феерическая власть. Нам все ветки, кроме судебной, там судебная, она отдельный разговор. Но при этом управляемость страны очень условная тоже. То есть это еще и региональные, вот это интересы региональных элит. Это такая еще раздробленность. Это все накладывается, в общем, в такой пазл нехороший, который на самом деле может спокусить, и то, что Запад так как-то вяло, спокусить Путина на какое-то обострение. Так, абсолютно с вами сгоден. Я знаю про эту проблему, но саме потому, что она существует, саме потому, как я реконструирую логику керевництва держави, увеличиваются эти тенденции. Нет, для того, чтобы поддержать державу, мы должны иметь вишки в своих руках. От я это видел по всему предыдущим урядах. Это прагнение контролювать все, а в демократичной державе контролювать все неможливо. Потрібно найти механизмы, как не маючи вишок в своих руках, все-таки втримовать державу в одной целости. Скажем, в Німеччине, там так же региони мают очень большую самостоятельность, но держава работает? Ну, как держава их протсюе, можно будет узнать только, когда русские танки появятся. И удивленные американские военные, вполне возможно, на своих базах будут смотреть вокруг, как солдаты Буддастага отдают честь русским командирам. И такое тоже не исключено. Это, конечно, фантастика. Но, с другой стороны, кто знал, что в Париж возьмут за 40 дней, тоже в 40-м году. Я, давайте так, отчеты наших черных историй перейдем к чуть-чуть хотя бы позитиву. Это то, что здесь, в Киеве, будет Крымская платформа 23 августа, соответственно. Госдеп Соединенных Штатов ее одобрил. Джордж Кент, который временный представитель Госдепа в Украине, приехал к нам, у которого супруга Крымская татарка. Он сказал, что это очень важная инициатива о том, чтобы Крым был на повестке дня. Будет точно президент Польши Анжей Дуда. Будут президенты трех балтийских, точно, ну, скорее всего, трех балтийских стран. Кто еще, ну, что там, я не знаю, но, наверное, переговоры до конца будут идти, потому что Россия давит. В России есть рычаги финансовые и лоббистские, какие угодно, на лидеров других стран. Уровень американской делегации. Ну, давайте послушаем, что сказал об этом цитату. У нас есть из как раз Джорджа Кента, значит, интервью по поводу американской делегации на Крымской платформе. Від нас будет член кабинету. Тобто, это не будет президент, віце-президент, но будет член кабинету. И мы знаем, что это очень важно. Что мы можем и мусимы делать вместе. Это не только вопрос того, что будет происходить 23 серпня. Это должен быть тривальный процесс. Потому что это просто начат и не конец. Потому что есть очень много людей, которые считают, что они украинскими гражданами в окупованном Крыму. И мы вместе должны им помочь. Ну, у меня нет никаких сомнений, что Джорджа Кента это еще и личная боль. Поскольку он давно уже в браке с крымской татаркой. Они познакомились, когда она в ссылке еще была, насколько я понимаю, в Узбекистане. То есть он знает про это все, абсолютно про Крым. Да, и, конечно, как и любой американец, он понимает, что это преступление. И здесь тоже, ну, давайте про крымскую платформу, а потом про форму Штайнмайера поговорим, который нам все пытаются вручить товарищи немцы. Ну, понятно, что не будет, хотя я думал, все-таки предполагал, надеялся, что будет вице-премьер хотя бы американский. Хотя это очень высокое лицо. Ну, наверное, это будет, ну, так, судя по тону высказываний Джорджа, я не знаю, естественно, он не может говорить, потому что не назначен еще конкретный человек. Но это будет либо он сам, наверное, либо, ну, либо ниже тогда уже член кабинета, либо министр какой-нибудь другой. Ну, либо, ну, либо Бленкин, да? Как вы думаете, в какой атмосфере пройдет крымская платформа, и насколько это важно сейчас для нас самих, в первую очередь, и для Запада, ну, и вообще, и для России? Россия, он нервно очень реагирует на это все. Для нас надзвичайно важливо. Я дуже вдячний всім инициаторам цієї крымской платформи. Я уверен, что там и Меджелиз есть объектом моей вдячности, но не только. Я думаю, что пан Кулеба понимает прекрасное значение таковой крымской платформы, поэтому всем я вдячний. Я думаю, что эта платформа надзвичайно важлива для всей Схидной Европы, донедавна подкоммунистической. И я уверен, что этот высокий уровень представительства балтийских народов Польши засвечивает то, что они надают очень большое значение этой платформе. Водночас, мне очень сложно это говорить, но я боюсь, что крымская платформа засвечить кризу в самом Европейском Союзе. Потому что высокого представительства с боку старой Европы не будет. Усі вони дбают передусім про то, чтобы не разъязлить Путіна, чтобы не разъязлить Кремль. Это их главная мета. Поэтому их представительство, если и будет, оно будет невысоким. До речи, вы назвали пана Блінкена. Если он будет представлять Америку, то я считаю это великим успехом. Потому что предполагаю, что представительство будет значительно нижче. Потому что так я понимаю, что президент Америки так же побояется раздражнити Россию в последние месяцы. У нас, пана Мирослава, есть телефонный звонок в студию. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите, кто вы, откуда задавать свой вопрос гостю. Здравствуйте, я Елена. Я переселенка с Луганском. Знаете, я хотела бы, наблюдая вот эти события, которые сейчас происходят, я бы хотела для себя понять. Ну, понятно было уже, что вот эти последние выборы, ну, для меня лично, я поняла, что это будут последние уже выборы демократичные. Следующие выборы не так просто, Зеленский не будет отдавать власть. Это уже понятно. Ну, так что у нас, получается, нет выхода. Потому что люди же опять сейчас выберут какие-нибудь пророссийские силы в этот раз. И я даже не вижу, если Европа надеется на нас, что мы сами все тут сделаем, справимся, наши люди выберут, и что у нас нет выхода. Вот я не пойму, как тут разобрать, помогите разобраться. И когда я еще приехала с Луганска сюда, я как увидела, что тут, ну, тот же самый Донбасс. Я живу сейчас в Киеве, и я вижу тот же самый Донбасс, особенно, когда были выборы вот на Зеленске. Это просто такое отчаяние какое-то нападает, просто отчаяние. Вот что делать? Я вижу, что вот Украина, все, вот не могу ничего даже вот сама с собой поделать. Очень переживаю по этому поводу. Получается, у нас нет демократии, а только каким-то переворотом или военным, какой-то военный переворот только нужен стране, потому что люди долго будут созревать. И что, мы так долго будем тянуться в каком-то хвосте? Я не знаю. Что вы скажете? Что вы скажете? Доброе, дякую. Дякую вам за питание. Я постараюсь ответить коротко. И хочу попередить, что я змушен и буду завершивать свою участь, потому что я маю виходить на лекцию. Я попередил, что я виходил на лекцию. Отже, моя ответа така. Та критика, которая звучала сегодня в моих устах, я уверен, не маю вести до безнадии. В моем случае, взагалі, я не допускаю до этого. Потому что я своего часу верил в Украину, когда я был в таборах и когда вообще не было даже шанса выбороти украинскую державу. Сегодня мы значительно в кращей ситуации, чем тогда. Поэтому верить надо в то, что нам удастся. Но что желательно уникнуть? Бажано уникнуть покладание лишь на Европу, лишь на Америку, лишь на зовнішние силы. Они очень важны. И знаете, если бы была нынешняя ситуация такая сама в каком-то там 17-18 году, нас давно бы уже не стало как независимой державой. Нас тримает саме нынешний международный лап. И в этом есть наша великая надея. С другой стороны, мы сами должны найти в себе способ, как существовать, как покладаться на свои собственные силы. Ну, это постоянная апелляция, это постоянная моя апелляция до нашего политика. Не думайте, что тот расклад сил, который есть сегодня, будет таким самым и завтра. Квитка возможностей закрывается, она вьяна. И поэтому нужно использовать эти возможности, которые есть сегодня, для того, чтобы успешно утверждать нашу державность. А позволять себе роскошь, вот такого слепого ворогу, мы не имеем права морально. Ну, лучше не скажешь. Мы действительно не имеем права на отчаяние. Ну, скажите, кто бы не поддерживал, допустим, Израиль тогда, когда решили ликвидировать независимую, ну, вообще страну ликвидировать в 1948 году, воевать-то им пришлось все равно. Там не американцы воевали, там не... Я думаю, что это очень уместная, в принципе, аналогия, потому что за нас воевать, ну, глядя на этих друзей, я думаю, что никто не будет. И вот сейчас вот это походит по этой формуле Штайнмайера, да, значит, тоже зам помощника госсекретаря Соединенных Штатов и о временном поверенном в делах США Украины Джордж Кент, который я уже цитировал, считает, что формула Штайнмайера не является решением всех вопросов для урегулированной ситуации на Донбассе. Давайте послушаем Джорджа. На мою думку, формула Штайнмайера не є формулою для вирішення усіх питань. Для выборів повинні бути умови, щоб була можливість їх нормально провести. Я думаю, что когда президент Зеленский встречался с канцлеркой Меркель, с президентом Макроном и Путином в Парижі у грудні 2019-го року, все-таки, насколько я понимаю, канцлерка Меркель підтримувала позицію Зеленского. То есть я бы сказал, что это все-таки три против одного. Саме Россия является страной-агресором. Она начала эту войну. Это не конфликт. Это действительно война. И обязательство закинчить войну – это обязательство России, а не Украины. Это война в Украине, но не война Украины. И это была действительно 100% война Руси. Ну вот аж четыре, по-моему, разов сказал Джордж, что это за война. Так, это я готовы подписаться под каждым словом. Он абсолютно правильный висновок сделал. И вообще я хотел бы сказать так, что Минские угоды были очень важны для Украины в тот момент, когда был Иловайск, когда Дебальцево, когда в очень сложной войск ситуации Украина остановилась. И я понимаю, я визнаю Минские угоды, как угоды перемирья. Но Минские угоды, тем больше формула Штайнмайера не может быть передумовой стабильного мира. Я говорю, для того, чтобы обеспечить стабильный мир, мают быть врахованы законные интересы всех сторон. Если Россия имеет в этом законные интересы, то мы будем работать с ней. Но законные интересы Украины полагают в выведении российских войск, в обеспечении контроля над кордоном и в создании условий для проведения свободных демократических выборов. Только тогда, за этих трех условий, можно будет вообще говорить про любые выборы. Но они же, эта формула, она такая настолько дурацкая, она настолько невыполнимая. Там смысл в том, что они проводят выборы ОБСЕ там сами. То есть нам хотят сдать вот эту, значит, комнату с крысами, присоединить к нашей квартире. Крысы там уже все будут на местах стоять. То есть это будет фактически российская автономия в составе Украины. Так, это абсолютно недопустимо. Абсолютно. Я погоджусь. Но я и не думаю, что вообще ни один президент Украины, и точно Зеленский этого никогда не подпишет. Но это и точно даже никто в Верховную Раду, но может быть ОПЗЖ может внести там каким-то образом. Но это нереалистично с самого начала, потому что там невозможно обеспечить выборы по украинским законам. Ну каким образом? Если партии украинские не будут участвовать, а там кто будут? Партии Гиви с партией Моторолы соревноваться, а потом они скажут, ну ваши депутаты тут, здравствуйте, давайте жить дружно. И последнее, что хотел с вами обсудить, это закон о коренных народах. Читали они, читали вы его? Я его не читал, я лише дуже рад, что он взагалі з'явився. Я тому и привітав своих друзів кримських татар, появившись его в законе. Так, я, знаете, тоже дуже радячний, тем, кто це робив. Эти разработки шли еще далеко-далеко, по-моему, с 18-го, чуть не с 16-го года, ну как идея, потом это долго все обсуждали. Петр Порошенко так и не решился в последний год там перед выборами внести, хотя я думаю результат был бы тот же самый. Зеленский, к счастью, внес, и за это я ему благодарен. Вот, и депутаты поддержали там конституционным большинством голосов. То есть фактически, как бы это первый шаг мощнейший, и Путин, вы видели реакцию Путина, как вам вообще? Нормально? Да, эта реакция очікувана, и я радий, что цей закон его заболів. Потому что, ну, все-таки законотворчість в Украине не нужна. Это не происходит сильнейшее. Дуже часто наши законы нужно будет потом дороблять. Но все равно сам факт появления такого закону, он долго очікуванный. Я благодарен всем тем, кто причинился до появления этого закону. И я желаю Украине рухаться в этом направлении. И предпочитать, мы не раз говорим про деокупацию Криму. А что за этим стоять? Чи люди, местные в Криму, знают, что стоять за этим поняттям? Чи мы знаем, что планует делать украинская держава в разе деокупации? Не думаем, что эта формула реаль-политик должна относиться и нас. Все может измениться очень быстро и разучно. Так же, как изменилась карта света при падении Радянского Союза. И мы должны быть готовы, мы должны работать много документов, которые будут реализовывать этот закон, который сегодня принят. И поэтому остановиться на этом не можно, нужно працювать дальше. Дякую вам большое за то, что взяли участь в нашей программе, пана Мирославе. Я думаю, что так оно и мое быть. И нам обещали, что под час Кримской платформы как раз и будет прилюднено больше подробностей щодо звильнение Крыма, щодо стратегии деоккупации и тощо. Дякую за участь. Бажаю вам вдалые лекции. Выбачьте, что так долго мы вас затримывали. А зрители АТР я прошу не переключаться, потому что буквально через 5 минут у меня в гостях Геннадий Максак, серьезный аналитик. Мы поговорим о внутренней и внешней политике. Не прощаюсь с вами.